Друзья, перед просмотром видео стоит вам подписаться на нашу группу ВКонтакте, где увидите всякую всячину по вселенной Звездных Войн, новости канала и не только. И не забудьте нажать на колокольчик, если этого не сделали, чтобы не пропускать новое видео. Приветствую всех! Поскольку Погос немного приболел, сегодня речь держать буду я, Багровый Корсар. Как вы знаете, в скором времени выйдет четвертый, заключительный сезон мультсериала Повстанцы, и в интернет был выложен список серий и их описание первой половины сезона. Давайте их разберем и подумаем, что же там может произойти. Специальную часовую серию Герои Мандалора, а точнее ее часть, показывали ранее на Star Wars Celebrations в этом году. Тут логично предположить, что речь пойдет о восстании мандалорцев под предводительством Бока-Танк-Райз и Урс-Иврен против Империи и их союзных сил на планете. Знаете, что меня слегка позабавило? Миловидный папаша Сабин, по описаниям глава семьи Урса, а он, скажем так, на вторых ролях. Феминистический привет от Диснея, мандарином в ноздрю. Ну или своеобразная отсылка на Star против сил зла. Реально, мне всегда казалось, что отец Сабин должен быть самой брутальностью. Жаль. Следующая сдвоенная серия называется «Во имя восстания». Судя по всему, Согерера устал прятаться, и он решил, возможно, с помощью Эдры, устроить диверсию, пойдя против воли Мон Мотумы и Совета Альянса. Если нашему падавану как-то удастся выйти сухим из воды, то Герера рассорится с Альянсом окончательно и начнет свою личную войну против Империи. Пятая серия. Оккупация. И, судя по кадрам, действия переносятся на Лотал. А значит, на планете, возможно, введена блокада, и наши герои постараются по-тихому, ну или по-громкому, отбить планету. Им, разумеется, будут мешать Гранд-Адмирал Траун и Губернатор Прайс. Про шестую серию, полет защитника, мало что известно. В описании сказано, Эзра и Сабин крадут имперский прототип Та и Защитника, но вынуждены положиться на некую неожиданную помощь, чтобы убежать от Трауна. Кто же этот неожиданный помощник? Непонятно. Интересно, а что скажут шипперы? По мне, так эта серия вряд ли имеет сюжетную нагрузку, как и многие филеры из предыдущих сезонов. Седьмая серия. Родственные. О теме лот-волков Погас уже размышлял. Столкнувшись с этими существами, Кейнан, Эзра и другие попытаются завоевать их поддержку и доверие. И либо у них получилось, либо только один белый волк встал на их сторону. Надеюсь, что сторонников теории «Асока – это волк» на момент выхода видео уже не осталось. Восьмой эпизод. Командиры Краулера. Возможно, вторжение потерпело крах. Или это была лишь разведка. Неважно. Экипаж призрака потерял связь с командованием альянса. И теперь им надо угнать горнодобывающий транспорт с устройством большого диапазона связи. Но наши бравые имперцы попытаются их остановить. По мне, так очередной проходной филер. Либо у создателей сериала кончились идеи, либо их не хватает на весь сезон. Последняя серия первой половины сезона «Атака повстанцев» возвращает нас на лотал. Возможно, полномасштабное вторжение альянса. Что тут сказать? Поживем. Увидим. Насчет того, чем закончится сериал. Названия эпизодов и описания пока никак не намекают на связь повстанцев и «Изгой-1». Будем ждать вторую половину сезона. Там может и Асока с Фейдером вернуться. И уже дико задолбало, что сюжетные серии перемежаются с ничего не значащими эпизодами в духе «У Зебу зачесалась левая пятка, летим в тыл империи за средством атласацкой чесотки». Дайте уже, наконец, концентрированных событий, чтобы каждая серия была на вес золота. Пока что большинство из них не ценнее банта-пуду. Ждете ли премьеру? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал Погаса, ну и на канал Багрового Корсара. Всем спасибо за просмотр. И да пребудет с вами Сила! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok